Сегодня наша тренировка с фитнес-болом на стройные ноги. Укрепляем ягодицы, подтягиваем мышцы брюшного пресса. Мы встаем, ставим стопы на ширине бедер, разворачиваем носки чуть в рост. Делаем выдох именно на подъем мяча, на приседании. Обычно мы делаем вдох, приседая и выдох, поднимаясь. Но здесь у нас мяч в руках, поэтому чуть меняется по типу дыхания. Мы приседаем до параллели с полом или немножко ниже. Если у вас есть проблемы с коленями, вы можете не доседать. Делайте так, как вам комфортно. Переходим ко второму упражнению, приседания на одной ноге. Мы ставим стопу на середину мячика. Носок опорной ноги немножко развернут в сторону и совпадает с движением колена. То есть колено находится у нас над вторым пальцем ноги. Мы выполняем 10-15 повторений. Вдох вниз, выдох на усилие наверх. Дальше опускаемся вниз, ложимся с животом, ставим ладони под плечи. Сгибаем колено и направляем толчком ногу вверх. Фиксируем буквально на одну секунду. Здесь у нас повторений больше, выполняем 20-25 пружин. Каждый выдох у нас сопровождается толчком ноги. Выдох вверх. Чувствуете, как начинает сжечь рабочую зону, целевую мышцу. Мы сделали все на одну ногу, сейчас на другую. Вдох вниз, выдох вверх. Движение ногой мягкое. Прокатывайте мячик, возвращайтесь обратно. Здесь мы не приседаем до самой параллели с полом. Аккуратно работайте, отводя таз назад. Держим ровную спину. Все, сделали, молодцы. Ложимся с животом. Упор на руки сильный. Мы не двигаем корпусом, когда работаем ногой. Сосредоточьте свое внимание на ягодичных мышцах и задней поверхности бедра. Пресс подтянут, поясница крепкая. Доделываем 20-25 паучков. Не торопитесь. Идем дальше. Мы взяли гантель. Работаем с весом от 3 килограмм. Ну, хотя бы 3 нужно взять. Лучше чуть больше. Мы сгибаем опорную ногу и не вытягиваем ее полностью. Наклоняясь, мы стараемся растянуть ягодичные мышцы. Поднимайте ногу, которая у вас сзади, чуть выше параллели с полом. Держите идеальную млению от макушки до стопы. И это имеется в виду та нога, которая у нас перемещается. Вдох, выдох. Мяч помогает вам удерживать равновесие. Смотрите вниз, перемещайте взгляд. И поднимать голову не нужно. Молодцы. Ложимся на спину. Ягодичный мостик у нас будет дальше. Ставим стопы на мяч. Угол в колене при подъеме таза будет составлять прямой 90 градусов. Упор идет на затылок, лопатки и выпрямленные руки. Старайтесь работать только вверх, не прокатывайте мяч. Стараемся вытолкнуть таз и удержать на 1-2 секунды. Супер, немножко отдыхаем. Следующее упражнение. Мы ставим правую стопу на мячик, левая нога у нас вытянута в воздух. Толкаемся. Ягодичный мостик называется с опорой на одну ногу. 5-10 повторений будет достаточно. Мы практически подошли уже к середине тренировки. Отлично. Все делаем на другую ногу. Ставьте стопы на ширине бедер. Опять опорную ногу мы немного согнули в колени. Подвздошные кости ровно. Мы не разворачиваемся тазом в сторону. Выполняем строго. Подконтрольным. Вдох, наклон, растяжка. Выдох, подъем, сокращение мышц. Давите во всю подошву стопы, особенно в пятку. Продолжаем. Осталось немного. Положили гантели. И снова ягодичный мостик. Мы взяли гантели. У меня 5 килограмм. Вы можете взять больше. Ну, не менее 3-4 килограмм. Это сложно. Мы стараемся удержать баланс на нестабильной поверхности. В данном случае на фитнес-боле. Выдох всегда наверх. У нас будет не один подход. Здесь сейчас скоро-скоро будет у нас пресс. Мы откладываем гантель, убираем ее. И выполняем частичное скручивание 10-15 повторений. Вы сначала втянули живот и только потом начинаете подниматься. Вытяните ноги. Если вам сложно подняться в сет, выполняйте в пол амплитуды. Постепенно ваши мышцы окрепнуты. Вы будете работать вместе со мной. Дальше работаем. Частичное скручивание к согнутым ногам. Выполняем короткую амплитуду. Полностью не опускаете голову вниз. Не давайте мышцам своим отдыхать. Здесь у нас очень много повторений. Я думаю, что вы уже чувствуете жжение. Это очень хорошо. Нужно потерпеть. Немножко отдохнули. И снова кладем тяжелую гантель на таз. Ягодичный мостик. Внизу вдох. Наверх выдох. Такую тренировку можно делать как в зале, так и дома. Если у вас есть фитнес-болк. Если нет, обязательно приобретите. Потому что это важная часть. Если вы занимаетесь в зале, но не всегда туда попадаете, можете воспользоваться моими видео и заниматься также дома. Сейчас мы начинаем делать диагональное скручивание. Мы полностью не ложимся. Нижний край лопаток лишь только касается. Перемещайтесь вправо и влево. После небольшого отдыха мы повторяем своим полное скручивание. 10-15 повторений. Естественно, выдох у нас наверх на усилии. Мы практически закончили. У нас буквально еще 2-3 минутки. Молодцы. Снова диагональное скручивание выполняем. Бедра стабильны. Не двигаются. Таз также стабилен. Поворот и выдох. И выдох. Отдыхаем. Отведение бедра. Мы положили тяжелую гантель. Вытянутой рукой ее удерживаем. Мы увеличили вес вашей ноги. Можно, конечно, было бы удобнее одеть утяжелители. Но если есть только гантели, пожалуйста, воспользуйтесь этим весом. Хотя бы 3-4 килограмма. Выполняем 20-25 раз. Если вам тяжело, делайте 15. Потом постепенно перейдете к большему количеству. Ягодичный мостик на одну ногу. Ложимся. Вытягиваем верхнюю ногу. Очень хорошее упражнение не только для бедер и ягодиц, но и укрепления поясничного отдела. Передохнуем. Сгибаем ногу. И толкаемся еще с опорой на прямую ногу. Фиксируйте таз наверху 1-2 секунды. Это усилит напряжение и улучшит технику. Ну и, конечно же, мы укрепляем все на другую сторону. Здесь у нас работает внешняя поверхность бедра, ягодичные мышцы. И как стабилизатор ваш пресс, особенно боковые мышцы корпуса и поясничка. Ну, почти уже мы закончили тренировку. Не забывайте пить водичку, когда вы занимаетесь через каждые 10-15 минут или когда вы хотите. Молодцы. Ложимся и снова делаем ягодичный мост на одну ногу. Выталкиваем таз. 10 повторений. Водичку пьем 25-30 мл на 1 кг веса тела. Если вы занимаетесь в жаркую погоду или вы чувствуете жажду, то, пожалуйста, пейте больше. Молодцы, мы почти закончили. Вы супер! Молодцы! Молодцы! Молодцы!